Насколько Удмуртия у нас в электронном плане вообще продвинутый регион по сравнению с другими субъектами России? Мы считаем себя продвинутыми. Если смотреть на объективные характеристики, то в части госуслуг по последнему рейтингу Минэкономразвития Удмуртия заняла пятое место. То есть мы в топ-5 регионов в части качества предоставления услуг населению. В плане заказных писем действительно новость горячая. На текущий момент мы совершили проект совместный с Почтой России в части перевода бумажных заказных писем в электронную заказную корреспонденцию. Таким образом, наши граждане, кто имеет подписку на электронную заказную корреспонденцию, может получать эти письма через личный кабинет единого портала госуслуг. В частности, это уведомление от госорганов, это уведомление о письмах счастья, так называемых, штрафах и так далее. Если человек имеет, во-первых, учетную запись на госуслугах, на едином портале госуслуг, во-вторых, если у него стоит подписка. Обращаю внимание наших граждан о том, что такую подписку можно оформить самому, буквально зайдя в личный кабинет на едином портале госуслуг или зайдя в мобильное приложение госуслуги. И в поле настройках можно указать такую подписку оформить. На самом деле, если человек работает на госуслугах, у него всегда всплывает с правой стороны так называемый информер или уведомление о том, что для тех, кто не подписан, система предлагает это сделать, подписаться. И граждане наши всегда будут в курсе всех новостей, событий, и письма будут приходить им гораздо быстрее, нежели ожидать бумаги. Ну, поток заказных писем огромен, да, особенно письма счастья, порой многие получают их по одному, по два в день. Справятся ли госуслуги сервера? Точно справятся. На самом деле, сам механизм отправки был запущен более месяца назад. Последний месяц мы посвятили нагрузочному тестированию. То есть любое масштабируемое приложение или какое-то решение для наших граждан мы проводим через нагрузку. Нагрузочное тестирование прошло успешно. Мы двухдневный поток, который система должна обрабатывать, отправили буквально там за одну минуту. То есть это говорит о высокой степени отказа устойчивости, надежности и готовности сервера к его продуктивной работе. На самом деле, Почта России является оператором, так называемым, продукта Госпочта, через который мы отправляем наши уведомления и письма счастья. Почта России заинтересована, потому что также есть программа цифровой трансформации и предоставления новых качественных услуг. А здесь для Почты это внутреннее сокращение накладных расходов. То есть в любом случае письма как оператора не оставляют за собой. То есть организуют доставку, юридическую значимость, легитимность, но при этом отсутствует сама бумага, распечатка, конверт, маркирование и так далее. И в итоге выигрывают все стороны. Граждане получают быструю доставку, Почта получает снижение накладных расходов, а правительство играет за счет сокращения затрат на электронную отправку. А с юридической точки зрения люди иногда от заказных письм бегают, да? То есть тут они такое же имеют, да, юридическую силу? Юридическая сила один в один такая же. То есть Госпочта имеет легитимный механизм, установлен законодательством. Таким образом и заказное письмо в бумаге, заказное письмо в электронной форме – это полные аналоги. Насчет того, что люди могут бегать, они действительно могут уклоняться от получения писем или уведомления, но это не говорит о том, что оно не было отправлено, а то оно, собственно, и заказное. То есть если мы говорим конкретно про какие-то штрафы, то в этом случае неполучение не снимает ответственность гражданина. Таким образом и здесь. И точно так же гражданин имеет право обратиться с обжалованием, если считает, что постановление в отношении его выставлено неправильно. Такое право у него, безусловно, остается. То есть, грубо говоря, если у тебя на иконке госуслуг появился колокольчик, значит ты его получил. Не будет так считать система? Система считает, что человек получил, если письмо оказалось лично в конятии гражданина. Точно так же, как заказное письмо оказывается в почтовом отделении и пришло уведомление гражданину в виде такого листочка информера в его почтовый ящик. То есть это сам факт, что письмо доставлено, и гражданин обязан его получить. Аналогично и на госпочте. Гражданин обязан его получить при наличии его в его личном почтовом ящике. Безусловно, есть фактор, который говорит о информировании гражданина. Если мы говорим про мобильное приложение, то это пуш-уведомление. Если мы говорим про использование госпочты через веб-интерфейс, то это обязательное уведомление по литору на почте о доставке такой корреспонденции. Поэтому гражданин у нас уведомлен со всех сторон и гарантированно будет получать такую корреспонденцию. Мы считаем, что это шаг, во-первых, очередной шаг в плане цифровизации, во-вторых, он необходим для того, чтобы сократить временно коммуникацию между бизнесом и властью. Сам это всего лишь первая ласточка. У нас планы по использованию такой системы рассылки и для других кейсов, для других ситуаций. Чуть позже мы их рассказываем, как уже отработаем, в таком же режиме оттестируем и запустим продуктивную эксплуатацию для наших граждан. Поэтому, безусловно, переход на электронные рельсы – это и сокращение накладных расходов, и повышение прозрачности взаимодействия. И не получится так, что гражданин потерял письмо или где-то положил в портфель и забыл про него. То есть у него всегда это будет под рукой. Точно так же касается электронных услуг. То есть можно ходить ногами, можно получать услугу из дома. Но особенно там, где это возможно, лучше сократить и социальный контакт, особенно в текущей ситуации, связанной с пандемией коронавируса, так и просто экономить свое время. То есть если услуга возможна получению в электронном виде, лучше получать в электронном виде. Этого и желаю нашим гражданам. Продолжение следует...